Мы ищем родственников молодого человека, Новикова Александра Ивановича. Сейчас у него другое имя. 23 года назад американская семья усыновила Александра Новикова и забрала в штат Висконсин. Молодой человек работает в крупнейшей телекоммуникационной компании мира и планирует поступить в архитектурный колледж. Просьбу о помощи в поисках родных опубликовал волонтёр Юрий Адлер. Близкие нашлись спустя несколько дней. Это волнующее ощущение. Это трудно, как объяснить. И радостные, и волнующие. В 97-м году, когда Александр появился на свет, из роддома его так и не забрали. Отец оправдывается. Не было работы, с женой снимали маленькую комнату в общежитии. Трудные времена были. Так получилось, жизнь заставила. Просто без работы был я. Жена дома была. Тяжело было. Я не помню его с роддома. Даже не видел. Но другую предысторию этого события и судьбы семьи Новиковых нам рассказал двоюродный брат Александра. Документальных следов этой трагедии нет ни в МВД, ни в Министерстве социальной защиты. Сам отец утверждает, это произошло уже после рождения Александра. Как бы то ни было, мальчику не исполнилось и года, когда он попал в детский дом и обрёл новую семью. О том, что ищет биологическую, кровным родственникам рассказали знакомые. Они узнали своих соседей по фотографиям в мессенджерах. Отец и двоюродный брат молодого человека сейчас живут в Хоринске. Мне стыдно, да мне совесть надо дать. Я не смогу, наверное, с ним говорить. А вот вы пытались как бы найти Александра? Ну, найти с одной стороны, а с другой стороны, зачем, если он может быть нормально, зачем здесь жить чужую уже. С молодым человеком родственники ещё не связались. Языковой барьер, разные часовые пояса и нехватка времени. Но встречи, хотя бы в интернете, ждут с нетерпением. Ирина Эрмиль, Александра Фишева, Борис Геленов, телекомпания «Оригус».